Гарантия успеха, так по документам, зовут Спаниеля Геру. Уже два года она живет в любви и ласке. Однако история у нее непростая. При наличии щенячьей карточки и породы, свой дом она обрела не сразу. Елена Рядикульцева третья по счету хозяйка рыжей красавицы. Теперь собаку точно не отдадут, несмотря на трудности. А с ними пришлось столкнуться. Выяснилось, что у Геры серьезные проблемы со здоровьем. Дисплазия, то есть нарушение развития тазобедренных суставов. Узнали об этом после обследования в Тюменской клинике. Предложили операцию, но мы на семейном совете с сыном посоветовались и сказали, что нет. Это тяжело будет для собаки в первую очередь. Второй раз приехали опять на консультацию, нас уже там знали, ждали. Сказали, уже лучше, потому что каждое утро, каждый вечер мы пьем таблеточки, порошочки. Мы занимаемся на балансировочном диске, мы делаем массажик. У Геры есть тренер по реабилитации и хозяйка трепетно заботится о собаке. Делает все, чтобы избавить питомца от боли. Да, нам многое нельзя. Нам нельзя прыгать, нам нельзя зайку показывать. Она очень хочет показать зайку, но нельзя нам этого делать. Однако минимальную физическую нагрузку собака получает и даже ходит на общие тренировки кинологического клуба. Это возможно благодаря комплексному лечению. Специалисты говорят, что болезнь суставов у животных важно выявлять на ранней стадии, в щенячьем возрасте. Определить их можно, например, по неестественному положению лап. Они подвижные. Если тяжело, щенок встает там или вот сзади, когда смотришь, их сообразная задняя конечность, они больше сидят, они больше лежат, они неохотно идут играть. Поэтому это нужно сразу обращать внимание и делать рентген. Гера благодаря хозяйке живет полноценной жизнью. Ну а сама Елена считает, что собака эта у нее появилась не случайно. В очень сложный период четвероногий друг был настоящим спасением. Говорят, собаки похожи на своих хозяев. У меня двухкопрессионный перелом позвоночника. Мы нашли друг друга. Мне нельзя быстро ходить. Да я и не могу, я хожу с тростью. Поэтому ей тоже нельзя быстро ходить. И вот мы с ней потихонечку гуляем. Есть очень хорошее выражение. Собаки – это последняя ангела на земле. И то, что она мой ангел, она знает. Анастасия Плюснина, Ярослав Прохоров, Тюменская служба новостей. Субтитры создавал DimaTorzok